В проекте «Битва блогеров» каждая команда особенная, но это вызывает удивление, умиление, искреннюю радость, смущение и другие смешанные чувства. Дело в том, что наставник команды «Шаман Кали» девушка весьма необычная. Предложение об участии в битве для меня было очень важным решением, потому что я уже приняла на себя обязательство, что я уезжаю из Челябинска. И меня зовут обратно, я уже в Москве, мне говорят, вы не хотите поучаствовать как наставник в битве блогеров? И почему-то я сразу откликнулась «да». Я вообще никаких подробностей о проекте не знала, ни какие будут результаты, ни призы, ни сколько команд, вообще ничего, просто да или нет. На самом деле мой блог начинался как блог о путешествиях, он до сих пор есть. А этот инстаграм «Шаман Кали» он был создан как магазин аксессуаров, ручной работы. Я делала короны из цветов когда-то. Потом он стал моим более личным как раз таки, потому что путешествия были рабочим. И постепенно я как-то ушла в личный, в личный, в личный. И он опять стал рабочим. Только лишь заданием от организаторов сделать фото и написать текст поста в этой команде дело не обходится. После обязательной программы следует произвольное. Самым первым заданием, которое я им дала, это выбросить по 30 ненужных вещей из дома. У них было обязательное задание начать пить больше 2,5 литров воды в день, чтобы расширить свой поток энергии. Мы сжигали свое прошлое, у нас даже был ритуальный костер. Если вы хотите расти, взлетать вверх, ракета должна сбрасывать ступень. А если вы обрастаете привязками к материальному, ну и даже нематериальному, какие-то связи ложные, порочные, они вас не пускают к вашим мечтам. Жить можно так и так, вопрос счастья. Не вовремя делают задания, но у нас не свойственно это моей команде. Больше всего, наверное, мне непонятно, когда человек говорит просто «я не могу», «я не могу». И понятно, что можешь, просто выбираешь эту позицию. Но так как мы команда, мы друг друга все поддерживаем, поэтому утопающих не бросаем, у нас нет утопающих. Помимо известных инструментов продвижения в Инстаграм, в этой команде практикуются и персональные методики. Они не только про соцсети, они про жизнь вообще. Я прежде чем кого-то взять в команду, спрашивала их цель на проект. То есть я вижу их пути, и я простраиваю эти пути. И это касается обучения в том числе. Я рассказываю, как направить людей на их аккаунте так, чтобы они легко купили у них то, что им хотят продать. И это произошло еще и для тебя с удовольствием. Нужно просто делать влог так, как тебе хочется его делать каждый день. Вот, чтобы ты не ленился, не откладывал ничего на потом. И делать все на реальных живых эмоциях. Не врать. Просто показывать свою жизнь так, как она есть, и не бояться этого. И вот на эту энергию люди идут. Для меня будет победа, если этот проект действительно изменит жизнь каждого из членов моей команды. В лучшую сторону, во имя всеобщего блага. Но это точно произойдет. Потому что я знаю, что я делаю. И с этой точки зрения мы уже победили.